всем привет сегодня установлю на модель самолета контроллер полета f2s в нем есть gps usd датчик напряжения в общем все что вам нужно в полете вот сам контроллер полета он металлическом корпусе здесь у нас коннекторы для ввода и вывода видео изображения также здесь у нас порт для подключения датчика напряжения и сзади у нас порты для подключения приемника сервопривода и регулятора скорости также в комплекте у нас есть gps m8 n и датчик напряжения для установки этого контроллера полета никакой пайки нам не потребуется все очень быстро подключается и настраивается также сегодня будет установленная в пиве оборудование на модель видеопередатчик на 2000 милливатт супер мощный производительный стоит он до 20 долларов посмотрим какая дальность у него будет и курсовая камера перед установкой контроллера полета я немножко подготовил модель здесь клеена как видите площадка для установки контроллера полета и здесь необходимое усиление для установки видеопередатчика он будет установлен внутри модели и здесь закреплен стяжками для начала давайте подключим наш приемник контроллеру полета вот эти вот первые шесть портов снизу у нас предназначены для подключения приемника первые у нас rssi если в вашем приемнике есть выход rssi то вы будете наблюдать на lsd информацию о качестве передачи сигнала вашей аппаратуры дальше идет у нас первый канал это элерон второй элеватор третий газ на четвертом канале у нас три режима полета первый режим это баланс моут в этом режиме модель просто удерживает горизонт то есть не заваливается ни влево ни вправо второй режим это lock mode в этом режиме у нас фиксируется курс и высота полета то есть если мы отпустим ручка управления элеронами и рулем высоты то модель зафиксирует курс полета и высоту если же мы не переведём ручку управления рràными рулем высоты в нейтральное положение и продолжим управлять моделью то у нас будет активный режим баланс и третий режим это возврат домой когда мы его активируем самолет возвращается на домашнюю точку дальше у нас идет еще четыре канала для подключения сервоприводов и регулятора скорости. Первый канал у нас элероны, второй руль высоты, третий газ и четвертый канал используется для V-образного хвостового оперения. То есть мне нужно два сервопривода, которые идут из хвостового оперения, подключить к второму и четвертому каналу. И последний порт у нас для подключения GPS-модуля. Давайте сразу подключим приемник. Приемник подключен, теперь можем приступать к подключению сервоприводов и регулятора скорости. Вот у нас элероны, подключаем их к первому каналу. Ко второму каналу у нас идет один из сервоприводов хвостового оперения. К третьему каналу подключаем регулятор скорости. И к четвертому каналу подключаем другой сервопривод от хвостового оперения. Вот и все, теперь закрепляем наш контроллер полета на модели. На контроллере полета мы видим стрелку, которая указывает нам на нос модели. Теперь давайте установим GPS-модуль. Вот так вот он должен стоять, кабель у нас находится сзади. На талоне как раз предусмотрено место для него, вот здесь квадрат вырезан. Сюда я его и установлю. Сейчас GPS установлен на свое место. Подключаем его к контроллеру полета. Нам потребуется удлинитель. Ну что, сейчас GPS подключен к контроллеру полета и осталось подключить только датчик напряжения. Подключаем сразу к датчику напряжения наш регулятор скорости. И с другой стороны будет подключен аккумулятор. Теперь приступаем к установке видеопередатчика. Он будет установлен вот здесь. И антенна будет выходить вверх. Итак, видеопередатчик на месте. Сразу установим нормальную клеверную антенну. И устанавливаем курсовую камеру. И устанавливаем курсовую камеру. И видеопередатчик к нашему контроллеру полета. Вот здесь у нас есть два коннектора. Первый коннектор мы подключаем к нашу камеру. И во второй коннектор подключаем видеопередатчик. А сейчас у нас все готово к подаче питания на контроллер. На всякий случай снимем профиль. Включаем радиоаппаратуру и подключаем аккумуляторы. Итак, вот у нас появилась картинка с наложенной информацией ОСД нашего контроллера полета. Благодаря ей у нас будет вся необходимая информация о полете модели. Например, сколько километров пролетела модель. На каком расстоянии от домашней точки она находится. Также количество использованных миллиампер час нашего аккумулятора. Сколько ампер расходует наша силовая установка. Напряжение аккумулятора. Положение модели в пространстве. Какой режим полета включен. Также у нас есть информация о количестве найденных спутниках. И о времени полета. Таймер у нас запускается тогда, когда мы поднимаем ручку газа. Вот мы видели, что у нас запустился таймер. Также здесь вот мы можем наблюдать, сколько газа мы используем. Еще раз включу газ. Чтобы перейти в настройки контроллера ОСД, нам нужно, чтобы таймер у нас был по нулям. То есть ручку газа нам нельзя задействовать. Для этого я сейчас перезагружу контроллер полета и продолжим. Вот у нас таймер обнулился. Теперь нам нужно ручку, которая отвечает за управление элеронами, отклонить в правую сторону. И подержать секунд 5. Вот теперь мы перешли в настройки контроллера полета. Если этого не произошло, то скорее всего у вас стоит реверс канала элеронов. Для управления по меню мы используем тоже ручку, которая отвечает у нас за элероны и руль высоты. Если опускаем ручку вниз, переходим на следующий пункт меню. Если нам нужно изменить значение какого-то пункта меню, отклоняем ручку вправо. И теперь отклоняя ручку вверх-вниз, мы можем изменять значение. Когда мы добились нужного значения, ручку переводим влево. И переходим к следующему пункту. И давайте посмотрим, что мы можем настраивать в контроллере полета F2S. И первый пункт меню у нас элероны. Здесь мы можем выбирать, как быстро модель будет пытаться восстановиться в горизонтальной плоскости. Здесь мы можем выбирать как положительное, так и отрицательное значение. Если мы видим, что стабилизация, например, срабатывает у нас неадекватно. Например, мы отклоняем модель в правую сторону, а у нас поднимается правый элерон. Такого быть не должно. Если мы модель отклоняем в правую сторону, у нас должен подниматься элерон с левой стороны. Если этого не происходит, то нам здесь нужно будет выбрать положительное значение. У меня стабилизация срабатывает адекватно. Я оставляю значение с минусом. Дальше у нас идет значение скорости срабатывания. Доступен диапазон от 0 до 120. Производитель нам рекомендует устанавливать 80%. Я поставлю 85. Следующий пункт меню у нас касается настройки чувствительности гироскопа по наклону модели вперед-назад. То есть канала руля высоты или элеватора. Здесь тоже самое. Можем выбирать положительное или отрицательное значение. То есть играться с реверсом. Здесь тоже установим значение 85. Следующий пункт меню это минимальное значение газа при возврате домой. У меня стоит 60%. Этого достаточно. Дальше мы можем задавать высоту возврата домой. И максимум у нас 500 метров. Я поставлю 50 метров. Думаю, что этого будет достаточно. Дальше мы можем выбрать тип летательного аппарата. Это может быть самолет или летающее крыло. В моем случае это самолет. В следующем пункте меню мы можем задавать домашнюю точку. Эту процедуру нужно делать на каждом новом месте полета. Мы можем сохранить нашу домашнюю точку, когда у нас найдется больше чем 8 спутников. В следующем пункте меню мы можем откалибровать гироскоп нашего контроллера полета. Эту процедуру нужно делать на каждом новом самолете, на котором устанавливается контроллер полета. Для этого нужно ровно выставить самолет. Можете воспользоваться различными уровнями и откалибровать гироскоп. В следующем пункте меню мы можем откалибровать значение нашего аккумулятора. Тоже очень полезная функция. И последнее, что мы можем изменять, это значение для двух точек. Они нужны скорее всего для полета по заданному маршруту, но как вы понимаете, две точки это уж совсем мало. И в инструкции, к сожалению, нет информации о такой возможности контроллера полета. Буду продолжать искать, если найду информацию об этом режиме полета, я вам обязательно расскажу о нем. Теперь для того, чтобы сохранить все наши настройки, мы отклоняем ручку элерона в левую сторону и держим секунды 2-3. Переходим еще раз в настройки, смотрим, сохранились ли они. Да, все сохранено. Ну что, как вы видите, контроллер полета достаточно простой в настройке. Теперь пришло время поднять самолет в воздух и посмотреть, как он летит с контроллером полета F2S. Ну что, самолет готов к полету. Я сохранил домашнюю точку, где-то метров 20 от нас. Слетать я буду в ручном режиме и после взлета перейду в режим стабилизации. Ну что, полетели? Слетать я буду в ручном режиме. Слетать я буду в ручном режиме. Сейчас активирован режим стабилизации. Отпускаю ручку и самолет стабилизируется. Переходим в режим удержания курса. Переходим в ручном режиме. вот сейчас полностью я не управляю самолетом он летит прямо сам возвращаем его к нам сейчас дует небольшой ветер но стабилизация отлично с ним справляется самолет управляемый предсказуемый сейчас давайте проверим как самолет вернется домой отлетаем чуть подальше берем немного высоты для уверенности и активируем возврат домой сейчас самолет разворачивается разворачивается и летит на домашнюю точку что он будет делать дальше они его он просто будет наматывать круги сейчас я самолетом абсолютно не управляю полет проходит полностью автоматическом режиме при этом контроля над модели у нас нету то есть когда мы увидели что модель уже подлетела к нам мы можем перехватывать управление переходить на режим стабилизации и продолжать дальше полет вот и перешел в режим курс лог и полетел дальше ну что сейчас давайте попробуем отсветить хотя бы на километр полтора-два вот и а а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Для удобства активируем функцию возврата домой... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...